Ну и до Азана очень хотелось бы услышать нашего муфтия Шейх Ахмад Афанди Абдулаев приглашается на эту сцену. Амма ба'аду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Поздравительные слова я долго говорить не буду, потому что все поздравления я присоединяюсь. Я вам желаю добра, благополучия, чтобы еще несколько раз мы так встречались. И коротко хочу вам сказать, я в течение этих двух десятков лет, которые я провожу в Махачкале, несколько раз мне посчастливилось вместе с вами здесь отмечать кое-какие такие праздники. Я всегда, навсегда хочу я вам сказать, я вам и горжусь. Ахмаду лиллах, я очень рад тем, что у вас такой, не у вас, а у нас такой сплоченный джамаат. Дай Аллах вам долгих лет жизни, здоровья, благополучия. Как у вас здесь организованы ни ифтар, ни другие мероприятия, в других местах мало где бывают. Аллаху акбару. Конечно, сказать очень много, что хочется. Вот этот мальчик, который здесь рассказал и дуа делал, и стихи читал, искренне читал, ведь он на дереве не рос, он же ее мать же родила, мать же его воспитала. Поэтому у меня сегодня новая надежда появилась, что в Дагестане есть еще будущее, и есть хорошие женщины, которыми могут имами гордиться. Аллаху акбару. Аллаху акбару. Это, хотя я называю кизилютуцами, конечно, для всего Дагестана радостит. Второе, что хочется сказать. Когда я узнал вот это мероприятие, я говорю, где будут проводить мероприятие. Сказали, здесь на территории мечеты. Вот почему я хочу называть имя Уцимуева Мухаммада. Раньше, когда он был мероприятием, можно было бы сказать, что я подходим нечаю, нет. Мне от него должность не нужен. Когда здесь кизилюта, тот мечет полный был, даже сам не ходил к Мухаммаду Уцимуеву. Отправил человека. Почему сам не ходил? Потому что если он хочет отказаться, чтобы он неудобно не чувствовал. Я человека отправил, сказал, нужен 2 гектара земли в Кизилюрте для строительства мечети. Он сразу без разговора вот этот участок выделил. Если бы тот день Мухаммад сказал бы, да, там мечети, мусульман, хватает. Я там буду строить стадик для себя дома. Кто бы ему возразил? Поэтому я сегодня вот искренне благодарю Мухаммада Уцимуева за то, что тот день у него нашлось мужество выделить вот этот участок. И второй, я хочу сказать, вот сегодня здесь объявили Уцимуева Рожаба или Ислама, что Мавли читает. Я его тоже считал, что Уцимуев воспитал такого сына. И по поводу главы тоже хочется несколько слов сказать. Ну, как я его знаю, как Махача, ну, Магомед Юсупович. С 90-х лет я его знаю. И с тех пор, около 30 лет прошло, он никогда никому подлости не совершил. Пол Дагестана, он называет то ли братьями, то ли племянниками. Пол Дагестана. Этот человек, как я говорил, подлости не совершил, но по отношению себя совершить тоже никому не дал. Если кто в этом сомневается, вы можете проверить на прочность. Еще он в тарикате тоже очень хорошо разбирается. Ну, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело. Он говорит, муриди делятся на две категории. Муриди с заданием и муриди без задания. Но он сам какую категорию ходит, я вам не расскажу этот секрет. Поэтому, дай Аллах долгих лет жизни, здоровья, благополучия. Если коротко сказать, вам, конечно, нам посчастливилось с таким миром. Ва-саламу алейкум ва-рахматуллахи тааля баракатуху.